Наталья Белошапская вместе с друзьями и близкими регулярно принимает участие в субботниках. Чистоту наводят не только у своих домов и гаражного кооператива, но и в парке молодежный, где они любят гулять. Часть парка отремонтировали в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», поэтому им хочется, чтобы красота сохранялась как можно дольше. Должны свой город любить, убирать, хоть бы раз в год найти время для этого, чтобы было чисто и красиво. Потому что от каждого человека, хоть маленькое такое внесение пользы в уборку, очень важно для города. Всего в промышленном районе на уборку вышли почти 6 тысяч человек. Жители в основном наводили порядок около своих домов, но были и общественные пространства, где люди собирались организованными группами. Чтобы все желающие могли оказать посильную помощь в наведении чистоты в городе, были организованы пункты выдачи инвентаря и расходных материалов. У нас в районе работает 42 пункта выдачи инвентаря. Управляющие организации все в курсе, всем поставлены задачи. Обращайтесь в свои управляющие компании, они вам с удовольствием помогут обеспечить вас инвентарем и мешками для мусора. К убирающимся на аллее трудовой славы присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Она помогла покрасить лавочки, на которых летом любят отдыхать местные жители. Всего в городе на уборку улиц вышли почти 40 тысяч человек. В числе первоочередных задач – сбор мусора, очистка газонов от старой листвы и вывоз собранных пакетов. Службы, которые обслуживают город, работают также в штатном режиме. Порядка 180 единиц техники работает постоянно по городу, помимо самого субботника. И 180 единиц техники отдельно на субботнике работают. Месячных у нас продолжается на следующую неделю. Соответственно, погода планируется более стабильной, более теплой. И я думаю, что мы 1 мая, как и положено, приведем город полностью в порядок. В городе продолжаются другие сезонные работы в рамках месячника по благоустройству. Мойка улиц, ремонт детского и спортивного оборудования, покраска малых архитектурных форм и ограждений, очистка зданий от незаконной рекламы и граффити. Следующий субботник – общегородской, 20 апреля, станет самым массовым. К участию приглашаются все жители города. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok